Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня у нас очень интересная тема, с одной стороны, с другой стороны очень сложная тема, и тема, которая всем нам нужна в нашей практической работе. Поговорим мы сегодня о кишечной микробиоте, о том, есть ли на самом деле этот пресловутый дисбактериоз, нужно ли его как-то диагностировать, можно ли его как-то лечить, или это все какой-то устаревший и несуществующий диагноз. И для того, чтобы разобраться в этом непростом вопросе, я сегодня пригласила эксперта, профессора, доктора медицинских наук Ордацкую Марию Дмитриевну. Мария Дмитриевна в нашей стране, мне кажется, дольше всего и глубже занимается проблемой микробиоты, и поэтому, ну, лучше, чем Мария Дмитриевна, нам никто об этом не расскажет. Поэтому, Мария Дмитриевна, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли, и скажите, пожалуйста, несколько слов нашим зрителям. Здравствуйте, Валерия Олеговна, здравствуйте, дорогие коллеги! Спасибо, действительно, за приглашение участвовать в вашей передаче, потому что, действительно, вокруг этой проблемы очень много как истин, так, наверное, и спекуляций. Поэтому я, наверное, может быть, помогу Валерии Олеговне разобраться с теми вещами, которые на настоящий момент крайне актуальны. А, Мария Дмитриевна, вот расскажите нам, действительно, как давно вы занимаетесь этой проблемой? Ну, может быть, какая-то история у вас есть, как вот это все происходило там с начала, может быть, в 80-х, 90-х годах, потому что, вот сейчас я тоже свою такую точку зрения немножко озвучу. Вот мне кажется, лет 15-20 назад у нас был, раньше я просто не знаю, был такой бум, что каждому прописывали обязательно анализ, посев кала на дисбактериоз, обязательно находили какие-то нарушения, обязательно проводилось лечение бактериофагами, антибиотиками, пробиотиками, потом этот процесс повтора анализа повторялся бесконечно, потому что он никогда не приходил нормальный. Ну и, в общем, все, особенно мамочки, там были вот вокруг этого дисбактериоза, и я сама многократно этим тоже занимала, что вот у моего ребенка дисбактериоз, это надо обязательно лечить, это ужасно. Потом наступил какой-то другой период, когда такие прогрессивные врачи, это продолжается, мне кажется, сейчас, молодые, говорят, что нет никакого дисбактериоза, что это вообще полное околеситься, что выявить это невозможно существующими методиками, никаких методов коррекции дисбактериоза тоже нет. И при этом, при всем, мы видим, что международные консенсусы, консорциумы собираются и организуются целое общество по изучению микробиомы человека с помощью новых генетических методик. Где она, вот эта истина? Вот расскажите нам, пожалуйста, вот вашу историю, ваше видение этой проблемы и вашу точку зрения. Вы знаете, вообще начала я заниматься этой проблемой в начале 90-х годов, потому что в 95-м году как раз я защитила уже кандидатскую диссертацию, как раз которая и была посвящена методам, наверное, метаболитной диагностики, оценки метаболома. И называлась она низкомолекулярные метаболиты, кишечные микрофлоры у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. То есть вы определяли, какая микрофлора, используя все метаболиты? Да, да, нет. Были и бактериологические исследования, и, естественно, оценка вот этого пула короткоспоченных жирных кислот. Ну, докторская диссертация мной была защищена в 2003 году, и вот которая, в общем-то, и показала совершенно разработку новых пониманий, подходов, но мало кто принимал на тот момент правильность вот такого подхода. И в последующем, наверное, сейчас я только упиваюсь своими вот этими достижениями. У меня были прекрасные учителя, прекрасные и клиницисты, и биохимики, и как раз молекулярные генетики, потому что на тот момент мы шли действительно впереди планеты всей, пытаясь объединить и объяснить это все через уже другие понятия и понимания вот этого дисбактериоза. То есть то, что сейчас фактически пришло к нам из-за рубежа. Ну, давайте, если можно, мы так все-таки последовательно. О себе, любимой, мы бы уже поговорили. А что же действительно на настоящий момент есть по этой теме? Все исходит, восходит к истории Гиппократа. Гиппократ всегда говорил, что все болезни начинаются в желудочно-кишечном тракте. Но если мы говорим о микробиоте, ну, о микрофлоре, то тут мы вообще должны всегда помнить, вспоминать и почитать нашего соотечественника Илью Ильичу Мечникова, который как раз и в своих этюдах оптимизма, в общем-то, сформулировал все те подходы к пониманию ее роли, которые мы сейчас очень активно используем. Соответственно, хотя сам Илья Ильич Мечников, он сначала относился к нашей микрофлоре с позиции антагонизма. И только потом перешел на позиции вот этих симбиотических, а больше даже не симбиотических, а муталистических. То есть это взаимовыгодное существование. И он написал, что многочисленные и разнообразные ассоциации микроорганизмов, населяющих нас, в значительной степени определяет наше физическое и духовное здоровье. Сейчас что мы имеем? Пришел к нам, то есть мы пользуемся активно результатами проекта по изучению метагогома человека, основываясь на зарубежных авторах. Фактически мы перечеркиваем все то, что сделали наши отечественные ученые. Это академик Доморадский, профессор Шендеров, ныне живущий микробиолог Александр Николаевич Суворов. Все это было отнюдь описано еще до вот этого проекта. И наше понимание просто с получением этих данных просто получили правильность своего существования. Что мы знаем о нашей микробиоте на настоящий момент? Во-первых, микробиота – это собирательное название, то есть это не только бактерии. А как правильно говорить, микробиота или микрофлора? Вот, а я и говорю в том, что микробиота – это собирательное название всех бактерий, то есть микрофлоры, соответственно, или бактериального пула, вирусного, простейших грибов и, соответственно, населяющих нас с вами. Соответственно, микробиом – это чуть-чуть другая ситуация, то есть их синомизируют, это два термина. Хотя микробиом – это совокупность генов микробиоты, которая обеспечивает кодирование определенных функций, которые она должна выполнять. Это первое. Что в этой микробиоте мы тоже знаем по численности? То, что фактически она на два порядка превышает численность клеток нашего с вами макроорганизма. То есть бактерий, вирусов и грибов в нас больше, чем наших собственных клеток? Собственных клеток макроорганизма. Причем, если мы чуть-чуть понимаем еще вот этот бактериальный пол, мы совершенно еще пока не занимались вирусами, мы пока не занимались грибами, мы не занимались простейшими. То есть в основном-то мы оперируем все-таки вот этой нашей микрофлорой. Соответственно, далее мы можем сказать, насколько они многочисленны и разнообразны. На настоящий момент мы насчитываем более 10 тысяч различных видов микроорганизмов. Фактически 10%, которые мы можем культивировать. А остальное пока мы определяем методами, опять же, молекулярной гемии. Имеется в виду, посеять на искусственную питательную среду, чтобы выросло. Только 10%, 90% не растет. То есть мы их пока культивировать не можем. Значит, и идентифицировать тоже не можем. Можем как бы идентифицировать другими методами диагностики. Мы как раз их тоже еще затронем. Что же еще? Значит, более 10 тысяч, хотя заикались уже о 30 тысячах. А 10 тысяч видов это вот именно в кишке живет или во всем человеческом? Ну, опять же, про кишку мы знаем чуть-чуть побольше, потому что весь биологический потенциал нашей микробиоты локализован именно в толстой кишке в основном. Потому что... Ну, или в желудочно-кишечном тракте, вот скажем так. Соответственно, потому что микронаша биота распространена, заселена в разных... То есть представительно в разных биотопах чуть-чуть по-разному. Например, кожные покровы это 15%, урогенитальный тракт это 9%, ротоглотка около 20%, чуть меньше. И фактически 70% это вот как раз желудочно-кишечный тракт. При вот таком видовом разнообразии это более 70 тысяч различных штаммов. Межиндивидуальные различия между нами, вами, между нашими пациентами могут колебаться от 12 до 2200 раз. Сейчас принято выделять филы или филумы, которые ответственны, в общем-то, за весь состав. Но это собирательное понятие. Например, два филума, там, бактероиды, софермикутов. И в фактически своем составе насчитывают 220 родов микроорганизмов. За ними следует менее представительное. Но вот эти два филума, бактероиды и фермикуты, фактически это 95% состава нашей микробиоты. Парень, Дмитрий, можно я пока, вот мы вперед не ушли, задам сейчас какие-то такие вопросы, которые мне кажутся важными. Существует ли все-таки, вот вы говорите, что это какое-то невероятно колоссальное разнообразие различных видов, да? А существует ли все-таки понятие для человека, вот именно нормальные микробиоты, что вот, да, вот этих должно быть столько, вот этих столько. Или вот, имея такое разнообразие, мы пока не можем понять, что норма, что не норма, и они не вычислены. И эти нормы, это первый вопрос, да? И второй, но все-таки насколько, вот в моем представлении, микробиота каждого человека, она очень индивидуальна, в зависимости от того, где он родился, как он родился, чем его вскармливали, жил ли он там в стерильных условиях или с собаками, с кошками, с гусями. И что вот между нами с вами, вот вы сказали, могут быть различия от 12 до... До 2000-200 раз. То есть у меня такое представление, что вообще никакой нормы нет, и что у каждого человека абсолютно индивидуальный свой состав, поэтому лезть и пытаться туда понять, что там, вот действительно никакого смысла нет. И вот почему я еще задаю этот вопрос, сколько там тысяч видов? Потому что приходит ко мне пациент с этим анализом на дисбактериоз, там 20 видов бактерий. Я не знала, что 10 тысяч, я думала, 3 тысячи видов. Я говорю, вот у вас здесь 20 видов, а что там, 1980 видов, что с ними, никто понятия не имеет, чего вы мне тут принесли, это зачем, да? А их оказывается намного больше. Их намного больше, и поэтому, конечно, когда вы говорите о таком нормальном составе, это как отпечатки пальцев. У каждого они индивидуальны. То есть нормы нет? Норма есть условная. Условная, которая характерна, может быть, для определенной действительно популяции, для определенной расы. Но при этом я говорю, что у каждого человека свой будет состав. Но при всем таком разнообразии, о котором мы говорили, все равно порядка шести десятков бактерий, видов бактерий, оно действительно встречается у 95% населения всей нашей планеты. Может быть, это, как мы думаем, норма. Хотя нет. И объясню, почему. Потому что вот этот вопрос условный, есть ли норма, и к чему нам надо стремиться. Ведь были же попытки разделить или выделить определенные энтеротипы, которые являются либо защитниками развития заболеваний, либо, наоборот, ассоциированы с ними. Условно выделили три. Бактероиды, то есть это люди, которые не будут никогда страдать ожирением. Привателлы, это как раз пациенты с высокой степенью риска язвообразования. И руминококус, который ассоциирован с сахарным диабетом в основном второго типа. Потом пришли к тому, что невозможно вот эта четкая кластеризация или категоризация вот этих, опять же, по энтеротипам. И поэтому должен быть определенный градиент вот этих сообществ. Тех же самых фермикутов и, соответственно, бактероидов. Но при всем при этом мы еще должны учитывать, то есть при таком разнообразии мы однообразны. Но среди вот всех этих микроорганизмов, которые мы насчитываем там в 10-15 степени, при таком видовом разнообразии, все равно есть определенное так называемое филогенетическое ядро микробиоты. И вот на это филогенетическое ядро микробиоты, ну, в общем-то, претендует немногим более 10 родов. То есть есть 10 родов, которые должны обязательно у человека присутствовать? Ну, немногим, да, так называемое генетическое. Но при этом это все равно ядро, как оркестр, но у нее должны быть первые скрипки. И вот здесь выделяют еще так называемое филометаболическое ядро. И вот это филометаболическое ядро, оно представлено как раз продуцентами короткоцепочных жирных кислот, уксусной, пропионовой и масляной, которые имеют огромное звучание как в обеспечении локальных функций, так и системных воздействий. И, соответственно, вот это филометаболическое ядро, оно как раз и работает на поддержание определенного количества этих короткоцепочных жирных кислот и поддержание их в определенном соотношении. То есть для нас больше, может быть, важно не то, сколько их там и в каком они там, к соотношении или количестве, а важно, что они продуцируют и что мы в итоге имеем. Да, потому что вот эти как раз короткоцепочные жирные кислоты, они сейчас, а это была как раз моя докторская, кандидатская диссертация, соответственно, уже в прошлом веке или в начале этого века, вот они как раз действительно являются, можно сказать, такой жесткой константой регуляции не только гомеостаза внутри кишечника, но и всего макроорганизма. Но это тоже еще не все. Получается так, что, значит, у микронашибиоты есть три основные функции. Вот это видовое разнообразие, но оно избыточно, оно функционально избыточно, это ее вторая особенность. Но вот эта функциональная избыточность, она позволяет при утрате функции одними микроорганизмами, другими функциональными способностями покрыть эту... То есть быстро адаптироваться. Да, и это ей дает возможность оставаться пластичной под влиянием каких-то негативных факторов и возвращаться в исходное состояние. Но с упорством, когда мы ее добиваем, вот тогда идет уже, соответственно, реализация какого-то заболевания. И вот в этой ситуации сейчас спектр заболеваний, который ассоциирован с болезнью микробиоты, настолько уже расширен, что подразумевается не только болезнь органов пищеварения, именно функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта. Мы же опять говорим, что это реализация по оси кишечник, нарушение взаимодействия кишечник-мозг. Это органическая вся патология, начиная от онкологических заболеваний. Это и нефрологические, и гематологические, это и нейропсихиатрические, соответственно, тот же самый болезнь Альцгеймера, аутизм. Шитофрения. Возможно. Аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания. И вот вы как раз меня подводите, наверное, к такому вопросу в этой ситуации, что если спектр, метаболические расстройства, потому что все те же самые коротко-цепочные жирные кислоты, это энергетика не только эпителиоцитов, но это энергетический субстрат для любой клетки макроорганизма, ацетилкоэнзима. А две другие – это углеводный и жировой обмен. Поэтому вот это четко заданный диапазон. И если мы сейчас вот так вот перетягиваем мостики, чем мы можем характеризовать вот это видовое разнообразие, чем мы можем оценить функциональную активность? Это вот как раз методы уже исследования разные. Но тут хитрость еще в чем кроется, что, с одной стороны, вот понимая всю эту важность, ее задействованность, наверное, в формировании заболеваний, мы все время тремся вот на предмет этого термина дисбактериоз. И вот тут как раз надо понимать, что мы из идеи глобальной ее превратили просто в местечковую какую-то калькуляцию вот этих бактерий. И я здесь хочу вспомнить Фридриха Энгельса именно в плане его сочинения «Антидюрем», где были описаны все законы диалектики. И, соответственно, он провозгласил свой закон, что каждая причина является, то есть причина по отношению к следствию, но каждое последствующее следствие будет являться причиной по отношению к последующему ходу развития событий. Поэтому мы, конечно же, должны понимать, что микробиота – это наше все, и она определяет наше здоровье и развитие различных нозологических форм, различных заболеваний. Но при этом мы пропускаем вот этот самый первый этап ее нарушений, которые мы не можем вообще никак охарактеризовать. А уже сталкиваемся с болезнью, которая явилась следствием нарушения состава нашей микробиоты, и которая требует уже своего лечебного подхода. Мария Дмитриевна, можно я сейчас пока немножечко, потому что вы так глубоко в этом, а наши зрители, которые нас слушают, может быть, уже там потеряли основную мысль. Я хотела какие-то ключевые моменты подвести, а вы меня поправите, если я неправильно поняла. Итак, значит, у каждого человека огромное видовое разнообразие различных микроорганизмов. И вот это, и чем более разнообразно микробиота, тем человек, скорее всего, будет здоровее, потому что это обеспечивает его адаптивную какую-то приспосабливаемость к изменяющимся условиям. Если вдруг что-то происходит, одни бактерии там, образно говоря, не справляются, включаются в другие и так далее. И самое главное, что нам в этом важно, это не подсчет бактерий, а то, как они справляются со своими функциями, их метаболиты, и то, что они продуцируют. Правильно? Да, все правильно. Тогда у меня сейчас еще вопрос. Вот вы сейчас сказали, одно является следствием другого, но ведь изначально микробиота у нас формируется более-менее та, которая, наверное, нам нужна. Вот давайте мы какие-то практические моменты сейчас обсудим. В каком возрасте, до какого момента формируется вот это ядро микробиоты, насколько оно в дальнейшем изменчиво, то есть вот оно сформировалось, и дальше там человек пропил антибиотик, это полностью нарушает его ядро микробиоты, или она все-таки устойчивая такая система? Ну и дальше поговорим уже, что может привести к нарушению состава и к дальнейшему развитию заболеваний. Итак, когда она формируется, и что влияет на, так скажем, формирование здоровой микробиоты у человека? Это как раз тот вопрос, который мы должны доносить, наверное, не до имеющихся сейчас уже у нас с вами пациентов. Мы доносить это должны нашим молодым людям, мужчинам, мамам, естественно, потому что значимость микробиота была вообще показана на гнотобионтах, то есть на безмикробных мышах. Поэтому вот наше здоровье, ну не наше, а здорового поколения, скажем так, оно формируется как раз в период 9 месяцев внутриутробного развития, просто чем питается мама, как она себя чувствует, какие, соответственно, предпринимаются там или испытываются негативные воздействия. И обязательно первые 3-4 года жизни малыша. Вот это самое основное. Потому что вот в эти первые 3-4 года и формируется микробиота с последующим уже, соответственно, наверное, закладкой либо здоровья, либо, соответственно, различных болезней. Ну а вот на что влияет? Что нужно делать, чтобы малыш был здоровый? Я читала, что надо побольше собак, кошек, грязи. Ну, каждая пылинка – витаминка. С одной стороны, да, потому что это иммунизирующая функция, но уж совсем там грязью не надо, естественно, то есть мы все должны быть разумные люди, но это действительно, это правильное питание. Это… Грудное вскармливание. Обязательно грудное вскармливание. И есть даже сейчас различные позиции того, что кесарята отличаются по составу микробиоты от детей, роденных естественным путем. Но педиатрия и фармпромышленность педиатрии разрабатывают пробиотики, которые быстро восстанавливают как бы вот этот недополученный материнский микробный потенциал у детей. Но все равно я считаю, что какие бы ни были хорошие эти средства, в любом случае индивидуальный состав микробиота у матери, она его должна передать пока малышу. Поэтому в этот момент только вот здоровье и, соответственно, здоровый образ жизни и отсутствие все-таки или минимизация каких-то негативных воздействий на микробиоту. В первую очередь, наверное, антибиотики, да, влияют? Антибиотики, противовирусные препараты. Да нет таких, можно сказать, препаратов или еще воздействий, которые бы на нее не влияли. Потому что если мы говорим о причинах, приводящих к нарушению вот этого качественного количественного состава, их очень много. И, во-первых, первое, что это фактор питания. Это, наверное, самый основной и самый такой глобальный негативный момент формирования микробиота. И вот даже по целому ряду исследований, результатов, в принципе, вот таким вертикальным путем, да, мать, отец, мама, бабушки, дедушки, они определяют разнообразие микробиоты у детей, ну, где-то 5-6-кратный такой диапазон. Характер питания – это уже в десятки раз больше, то есть свыше 50 раз идет изменение состава. То есть на микробиоту больше влияет то, что человек ест? Это чаще, чаще, но наиболее такое… Ну, а чем тогда? Вот какие рекомендации? Чем надо кормить ребенка, чтобы у него сформировал здоровый микробиот? Знаете, ну, тут уже это вопрос даже больше социально назначимый, то есть, конечно, мы не говорим о том каком-то фастфуде, то есть это обязательно пищевые волокна, сбалансированное питание, без красителей, без консервантов, без многих-многих-многих того, что мы сейчас, к сожалению, потеряли в нашей пищевой промышленности. Второе, конечно, это любые наши яйтрогенные воздействия. И не только антибактериальные препараты, это любые средства для лечения, они будут все равно задевать, соответственно, нашу микробиоту. Но я уже не говорю о лучевой, о химиотерапии и воздействии. Стрессы, потому что это идет приключение метаболизма микроорганизмов на определенные другие варианты шунтирования, и поэтому тоже идет изменение как ПАШ, редокс потенциала внутри, и это тоже дает. Инфекционные заболевания, с одной стороны, чем здоровее микробиота наша, тем мы легче его переносим и выходим из него с каким-то самым минимумом последствий. Чем она исходно уже была нарушена, то выход – это, опять же, дальнейшее формирование, ну, например, того же самого постинфекционного ИСРК. Поэтому есть очень много любых заболеваний, которые, может быть, и явились следствием вот такого, можно сказать, невидимого для нас дисбиоза, которые будут сами приводить к утяжелению с еще более выраженным нарушением микробиота. Но вот единственное, что во всей этой ситуации надо сказать только одно, что пока мы толкались на пути оценки вот этим бактериологическим, оценивая так называемый количественный и качественный дисбиоз, и даже на место бактериологии придут другие места для оценки вот этого количественного и качественного дисбиоза, мы все равно будем толкаться на одном и том же месте. Потому что не оценивая, что за этим идет дальнейший метаболический регуляторный дисбиоз, мы не приблизимся к пониманию механизма развития различных заболеваний. Ведь кроме того, что есть метаболиты, не только короткоцепочные жирные кислоты, 25 тысяч различных метаболитов, которые продуцируют для нас микробиота. Это инсулиноподобные белки, это и, соответственно, нуклеиновые кислоты. Это самые разные классы соединений, пока мы им еще как раз не нашли точек, как говорится, пока реализации. Но мы это найдем, потому что вот и разрабатываются новые классы препаратов, которые нам откроют уже чуть-чуть другой подход к лечению этих пациентов. Мария Дмитриевна, ну вот давайте сейчас все-таки так опять вернемся. Дисбактериоза к тому, который вот во врачебной практике, вот так вот. Вот, допустим, вот у нас малыш был, у него сформировалось, он родился естественным путем, мама его вскармливала молоком, дальше он жил в окружении большого числа братьев, сестер, собак, кошек, мало болел, его не лечили антибиотиками, у него сформировалась нормальная, здоровая микробиота. Мы не знаем, какая она должна быть нормальная, но она сформировалась максимально разнообразная, с очень выраженной функциональной активностью. Что дальше может случиться с этим человеком, что у него вдруг случится нарушение, как это правильно называется, дисбиоз, дисбактериоз, нарушение микробиоты, какой термин вы сейчас нам скажете, и какие факторы приводят к этому опять антибиотики, заболевания вот уже во взрослом возрасте, насколько это сильно, вот когда уже сформировалось ядро микробиоты, насколько сильно однократный прием антибиотиков может повлиять на это? Либо же вот человек пропил антибиотики, и это ядро через месяц восстановилось назад, и все хорошо. При нормальной здоровой микробиоте однократный прием особо ни к чему плохому, предположим, не приведет, потому что мы говорили о функциональной избыточности и поддержании ее стабильности. Но вы не можете мне сказать ни одного человека, который только раз бы в жизни принял эти антибиотики или в последующем не подвергся всем тем вот этим негативным воздействиям, о которых мы с вами говорили, антибиотики, нерациональное питание, потому что вот это как раз бич современности. То есть все мы сейчас в современной цивилизации живем в таком риске, что у нас есть дисбиоз? Есть, а разве с этим не связан рост онкологических заболеваний? К 50-му году, наверное, самая большая трагедия будет от антибиотикорезистентности, потому что мы уже науправжнялись с этой фармакологической группой препаратов. Поэтому у нас огромное количество метаболических расстройств, ожирения, сахарного диабета. Причем даже давайте посмотрим на то, что вся патология, она омолаживается. Если мы раньше говорили о болезни, например, дивертикулярной болезни толстой кишки, что это болезнь, да, прерогатива пожилого возраста, но посмотрите, какое количество сейчас пациентов, еще не дошедших до 40 лет. Посмотрите, какое огромное количество пациентов наших, да, метаболически нездоровых. А вот тогда с точки зрения, опять-таки, врача, есть ли какие-то симптомы, да, или признаки, показания, при которых вот мы видим человека и понимаем, надо заняться как-то тем, чтобы коррегировать его микробиоту, как-то повлиять на нее, чтобы она стала лучше, в разнообразнее, да, здоровее, или продиагностировать как-то. Вот есть у нас какие-то признаки, когда мы должны об этом задуматься и заняться, или нет? Никогда, как бы, и я стояла на этом, мы не принимали вот это понятие дисбактериоза как отдельной нозологической формы. То есть дисбактериоз такой диагноз мы ставить не можем? Никогда. Вот понимаете, почему была травля-то этого термина? То есть мы забыли вот о всех вот этих пусковых моментах, но очень озлобились на вот этот термин дисбактериоз. К сожалению, я могу сказать, что 2003 год стандарт, протокол ведения пациента с дисбактериозом, еще никто, к сожалению, в Минздраве не отменял. А это как раз то зло, которое у нас есть. Во-первых, что есть хорошего в этом стандарте? Мы уже в новых стандартах в 2015 году уже сказали, что из этого стандарта мы возьмем только определение, что понимается под дисбактериозом. Клиника, лабораторный синдром, подразумевающий количественное и качественное изменение микрофлоры, но на этот момент с последующим возможным развитием желудочно-кишечных расстройств, запитая иммунных и метаболических нарушений. Прекрасное определение. Это как раз вот тот антидюринг, это как раз Фридрих Энгельс. Но в этом стандарте было написано, что дисбактериоз является нозологической формой, что коррекция, диагностика только микробиологическая, бактериологическая. Это вот 2003 год стандарт. Причем бактериологическая диагностика по Вельшанской, это, извините, по-моему, вообще 70-е годы, там 60-70-е годы прошлого столетия. И, соответственно, они сами отошли от понимания вот этого хода причинно-следственных связей, что лечиться должно быть пробиотиками, ну, в крайнем случае, там, пребиотиками. То есть это был как раз тот микробиологический, можно сказать, застой, который, в общем-то, не давал. И это, естественно, побуждало врачей, если ты не понимаешь заболевания, то давайте поставим ему этот пресловутый дисбактериоз, а потом, когда мы начнем уже копать, а что же причина? Я понимаю, что он уже является заболеванием-следствием, но все равно дальше-то мы рассматриваем уже другой отрезок. То есть нам надо выявить заболевание, которым усугубился или сопровождается вот эти микробиотические дефекты. Назови заболевание. И вот в этой ситуации, конечно, если мы говорим о синдроме раздраженного кишечника, почему бы это не было бы эквивалентом дисбактериоза, вздутия, урчания, нет, чисто функциональная нозологическая форма, которая характеризуется определенными критериями, соответственно, функциональный запор, функциональное вздутие, и которая уже подразумевает в своих основных терапевтических мишенях воздействия на микробиоту, ну и на купирование висцеральной гиперчувствительности с учетом доминирующего механизма. Там есть висцеральная гиперчувствительность, центральный механизм. Пожалуйста, испортите там трициклические антидепрессанты или другие препараты. Если вы подразумеваете моторные, висцеральные, периферические изменения, консистенции, так там все мероприятия фактически включают реестр препаратов, которые корректируют микробиоту. Чтобы тоже было, может быть, чуть более понятно, вот как я поняла все то, что сейчас вы сказали, значит, дисбактериоз мы не устанавливаем, никогда в диагноз не выносим, и в заключение свое врачебное тоже не выносим, потому что у нас всегда должен быть какой-то серьезный диагноз нозологической формы, синдром раздраженной кишки, кишечника, хронический панкреатиз, внешнесекреторные недостаточности, например, который может тоже... То есть у нас есть много заболеваний, в схему лечения изначально априори входит коррекция, в том числе и микробиоты. Конечно, потому что когда начали, естественно, пытаться каким-то образом воздействовать на вот эту нозологическую форму дисбактериоза, который не существует, и когда Владимир Петрофимович, я помню, сказал, что дисбактериоз – позор клинической мысли, подменили сразу же понятием синдрома избыточного бактериального роста. Но, во-первых, наш классический термин дисбактериоз, от которого мы, в общем-то, не отходим, и который сейчас из-за рубежа пришел в качестве дисбиоза, выделили вот эту условную СИБР, да, тонкой кишке. Но это же тонкая кишка. Это тонкая кишка, но здесь, когда мы говорим о дисбактериозе, мы говорим о нарушении количественного и качественного состава микрофлора желудочно-кишечного тракта с возможным развитием и так далее, и так далее. Мы не разделяли здесь тонкую кишку или толстую кишку. То есть оно под себя, в себе, конечно же, включало и вот этот синдром избыточного бактериального роста. Но синдром избыточного бактериального роста является частью нашего как бы такого отечественного понятия дисбактериоза, но относится только к тонкой кишке. И вот в этой ситуации это тоже не нозологическая форма, но нужно ли нам его вставлять в диагноз? Да, нужно, потому что именно здесь идут действительно мероприятия по деконтаминации как бы этого избыточного бактериального роста именно назначением тех же самых несосущих кишечных антибиотиков. Но причина у этого синдрома избыточного бактериального роста будет... Их очень много. Это, пожалуйста, и изменения желудочной секреции следствия, либо инвалидивных там изменений, или под влиянием ингибиторов протонной помпы. Это недостаточность булгиневой заслонки, это нарушение моторики тонкой кишки, заболевания, приводящие, например, тот же самый хронический панкреатит с внешней секреторной недостаточностью. То есть надо всегда знать причину, и тогда действительно для обоснования назначения антибактериальных препаратов мы должны ввести его, что назвать болезнь, что это хронический, например, панкреатит, да, билиарно-зависимый, там такое-то сразвитие внешней секреторной недостаточности, подтвердить, что это и есть синдром избыточного бактериального роста, и тогда к терапии стандартной для лечения патологии поджелудочной железы назначить еще и средства для коррекции микробиота, правильно? Да, тогда такой вопрос, все-таки, вот все равно у меня в голове не совсем все укладывается. Итак, если у нас нет таких строго вообще адекватных норм для состава микробиоты, у нас, как я понимаю, пока нет достаточно валидизированного и точного метода по оценке состава микробиоты, у нас даже нет такого диагноза дисбиоз, да, то есть вот у нас есть пациент со вздутием, с урчанием, с диареей, с неприятными симптомами, мы ему устанавливаем другой диагноз, например, синдром этого раздраженной кишки, раздраженного кишечника. Или функциональной диареей, там. Функциональная диарея, ну что-то мы ему устанавливаем. В общем, все-таки нам нужно назначать пациенту вот это вот обследование на состав микробиоты, потому что вот, ну, мое, моя тактика и мое пока мнение, что я не назначаю никогда этот анализ, но посев точно, а есть у нас же еще какие-то альтернативные методики, да, более сейчас современные, но тем не менее я просто понимаю, что я вот сейчас получу эту информацию, большой развернутый анализ там, и я просто не знаю, что с ним делать, потому что я не понимаю, какая должна быть норма и как мне к этой норме прийти. Поэтому единственное, что я делаю, я назначаю пациентам анализ кала на патогенную кишечную группу, то есть я исключаю, что у пациента нет точно дизентерии, сальмонеллы, там, холеры или еще чего-то, и если нет, то дальше я уже там какими-то стандартными методиками действую, спазмолитиками, там, теми же пробиотиками, Ну, то есть стандартами лечения, да, других нозологий. Вот вопрос, нужно ли пациентам все-таки проводить диагностику дисбиоза, и если да, то есть ли какие-то современные хорошие методы для этого? Ваш вопрос очень интересен. Вы знаете, я как-то пришла в лабораторию, и меня попросили проконсультировать, ну, ребенка, заведующего этой лаборатории. Он говорит, что у нас есть все методы, которые... Вот давайте мы сделаем весь скрининг, а вы потом определите, с чем же она страдает. Вы знаете, я единственное сказала, вы знаете, у меня был прекрасный учитель-клиницист, он, слава богу, жив и здоров. Мы всегда, исходя из жалоб, анамнеза и так далее, и так далее, составляем первичную диагностическую концепцию, которая подтверждается или опровергается проведенными диагностическими методами, которые мы используем в этой диагностике. То есть дифференциальная диагностика – это фактически метод диагностики. Соответственно, то же самое, что вы у меня сейчас спросили. В этой ситуации мы забываем вообще, кто мы, клиницисты, или мы хотим по одному анализу и по разговору просто жалобам пациента уже все сразу же решить, вот эти все глобальные проблемы. Нет. Очень коротко я остановлюсь на методах вообще верификации действительно сейчас состояния микрофлоры. Первое – это бактериология. Никто ее не отменял. Она останется всегда золотым стандартом идентификации токсономической принадлежности микроорганизмов. Но в той рутине, которая, соответственно, пошла в практику, метод должен быть изъят. Во-первых, неоднородность. Во-вторых, не все лаборатории пересылают эти анализы. Во-вторых, отсутствие культивирования строгих анаэробов, которые доминируют. Вы же говорите, только 10% культивирования. Это еще из всего состава. А если с учетом того, что там еще очень много именно факультативных анаэробов, которые требуют своих методов культивирования. Поэтому, действительно, если метод остается, остается только для верификации инфекционной патологии. То есть мы никогда никому не назначаем посев кау на дисбактериоз. Так? Крайне ограничиваем его, если мы можем обосновать, для чего. Но не для оценки спектра, естественно, всего того, что нас заселяет. Второе. Что еще для инфекционной патологии? Это ПЦР. ПЦР действительно заточена была чуть вот раньше. Сейчас у нее пошел уже широкий такой всплеск активности, вот о чем я сейчас тоже скажу. Но в основном метод был заточен на определение возбудителей с мембранной или внутриклеточной локализацией вирусов. Пожалуйста, пользуйтесь для подтверждения или опровержения вот этой инфекционной патологии. То есть это как раз анализ кала методом ПЦР на выявление патогенной кишечной группы. Патогену, конечно. Методы секвенирования, какие бы они ни были прекрасные, хотя ПЦР тоже имеет свои издержки, ведь это же определяются не только живые микроорганизмы, но и мертвые, и иногда ложно-положительные бывают результаты. То есть у каждого метода есть свои преимущественные, есть свои издержки. Потом метод 16-экс секвенирования, да, молекулярно-генетические методы исследования. 16-экс имеет все те же самые недостатки, что ПЦР-диагностика. А уж извините, если мы используем такое полногеномное секвенирование метода дробовика, да мы его никогда пока еще не будем использовать, потому что, во-первых, это очень дорого, во-вторых, это совершенно неприменимо пока к реальной практике. То есть мы получим огромное количество, 10 тысяч видов микроорганизмов, и не будем понимать, что с ними делать. То есть мы можем, это первое. Второе, что сейчас это тоже спекулятивная методика, потому что вам сразу же определяют, ведь метагеномика, и это та наука, которая действительно должна их определить по фамилии, имени, отчеству, и еще должна определить, что они должны делать. Но делают ли они, они, соответственно, этого определить, для этого нужны уже метаболические методы диагностики. Поэтому я соглашусь даже с американскими учеными, которые, например, профессор Дэйв Джонсон, он писал, что если вы мне принесете вот такой отчет по вот этой тепловой карте и методу даже самого шикарного секвенирования, я прекрасно пойму, что это вам предложили сделать люди, у которых есть либо какой-то пробиотик, либо диета, которую они вам сразу же вслед за этим исследованием назначат. Клинической интерпретации пока не подлежит. Это как с геномом человека. Вот у меня был генетик, который говорил тоже, что мы сейчас можем расшифровать полностью геном человека, то есть вот эти буквы аденин, гуанин, цитозин, их последовательность. Но мы в большинстве случаев пока не понимаем, что это значит. То же самое, наверное, с микробиот. Мы можем расшифровать там виды и штаммы, но мы не понимаем, какую роль они вносят в наше здоровье. Поэтому это метаболитная диагностика. Мы стоим пока на использовании вот этих короткоцепочных жирных кислот. Так, что с метаболитной диагностикой у нас? Очень почему-то часто и совершенно непромомерно относят метод Осипова. Да, а вот что это такое? Расскажите нам. Его так любят пациенты. Не понимают врачи. Метод безумно приносит. Приносит огромное количество листов. Огромное количество спекуляций не имеет никакого клинического значения. Это не мои только изыски. Мы каждый раз это, можно сказать, муссируем. Мы на всех научных заседаниях, причем не только где собираются клиницисты, собираются микробиологи, генетики. Этот метод не бьется ни с одними этими исследованиями. Он построен на детекции длинноцепочных жирных кислот, которые якобы относятся к мембранам тех или иных микроорганизмов, грибов или простейших. Это в крови определяется. Ни в коем случае. Ну, в крови, понимаете. Вот поэтому я все время, когда был еще профессор Осипов жив, мы, наверное, на протяжении вот этих всех 25 лет и спорили вообще о ненужности его метода. Но, к сожалению, я осталась одна, спорить не с кем. То есть осталось это все в лабораториях. Но я у него все время спрашивала, скажите, пожалуйста, ну вот та же самая линолевая кислота, там и казаноевая кислота, почему вы их типируете? Там же очень много вот этих кислот, которые якобы как отпечатки пальцев тех или иных микроорганизмов. Почему вот вы в кале, например, их типируете, что это не продукты, например, человек там съел льняное масло там или еще набор, например, там рыбных каких-то продуктов или орехов. Ведь это же все в продукте. Нет, это черный ящик. Поэтому ни он меня тогда не убедил, и поэтому, когда начали сейчас пытаться подтвердить правильность вот этих, можно сказать, графиков, построенных на этой хроматомоспектрометрии по отношению к тому или иному возбудителю, это не совпало ни с методами, ни ПЦР, ни методами секвенирования. Но ведь этот метод, я насколько знаю, у нас серьезные коммерческие лаборатории даже правы. Вы знаете, я не буду комментировать это. Вы у меня спросили, что я считаю, и большинство людей, которые занимаются этой проблемой, этот метод не используют ни в коем случае, ни в практической медицине, ни в научных... Значит, этот тезис тоже нашим зрителям, метод по Осипову не назначаем. Не назначаем. Потом вы у меня спросите, а что вот КЖК, да, и тоже для каких целей? Я вам сказала, что с учетом того, что они продуцируются разными родами микроорганизмов, аэробных, анаэробов, и изокислоты, это продукты жизнедеятельности уже протеолитической флоры, то есть по этому методу, который мы разработали еще в 2006 году, внедрили анализ кала... А, извините, тоже не договорила, что в сыворотке крови. В сыворотке крови, если по Осипову, это же получается, что эти микроорганизмы, либо в мертвом, я уж не говорю о живом тогда виде, присутствуют все у нас в крови. А где же наши свободные жирные кислоты, которые... Поэтому, в общем, метод по поводу метаболитов тоже, значит, используются метаболиты, это еще тоже было до нас, все новое, это хорошо забытое старое, то есть просто мы технологически это все переделали и накопили вот эту клиническую базу данных, которая позволяет вот это биохимическое исследование кала на дисбактериоз, вот пресловутый, оценить именно с позиции метаболомики, с учетом его вот этого филометаболической сущности и ядра. То есть можно действительно в калии определиться с этими кислотами, и мы даем тогда характеристику основных а- и анаэробных родов, микроорганизмы, представителей родов а- и анаэробной флоры, но этот метод был сделан для клиницистов в плане того, чтобы еще дать возможность врачу задуматься о патологии, которая привела к этому развитию функциональной, органической, кишечника, поджелудочной железы, билярного тракта, и определиться именно, если есть красные флаги тревоги, то уже разбираться дальше, искать более такое драматичное заболевание, или, например, мы можем совершенно спокойно назначить лечение при критериях соответствия больного, например, функциональным расстройствам, при исключении красной флаги тревоги, первичный курс лечения согласно имеющимся стандартам. То есть вот этот метаболический анализ именно в калии, он свидетельствует только в таком скрининге, то есть это для врачей, сидящих на приеме, гастроэнтерологов, когда за 15 минут у нас нет возможности. Но мы еще раз, помните, говорили о все-таки построении первичной диагностической концепции. Но если, например, если клиницист, недавний прием антибиотиков, да, соответственно, антибиотика ассоцированной диареи, мы же говорим о том, что это нозологическая форма, она может быть в клинические варианты разные, от mild illness до псевдомембранозного колита. Каждый раз лечение разных форм антибиотика ассоцированной диареи будет разное. И если это инфекционный генез, например, вызванный клостридиум дефицит, или клостридиум перфингенс, соответственно, клепсиела, окситока, там, стефлококк золотистый, то это пойдут, естественно, препараты, воздействующие именно на инфекционный агент. А, например, если мы говорим об идиопатической диарее, которая реализуется через как раз нашу микробиоту, через водно-электролитный баланс, там пойдут препараты метабиотики или пробиотики. И второе, мы когда вот получаем все эти исследования, предположим, метаболитные исследования, или даже, ну, развели пациента, получил он по своему метагеномному, да, мы в большей степени можем разработать просто спектр профилактических мероприятий. Предотвратить развитие – это очень сложно, но, по крайней мере, действительно воздействует. То есть работа профилактическая. Но если мы уже столкнулись с выявлением заболевания, ну, вот в частности, как я говорил, до антибиотика ассоциированной диареи, мы подразумеваем клостридиум дефицеля. Вы же не пойдете его отправлять на эту бактериологию. Значит, вы должны заподозрить и отослать больного на исследование клостридиум дефицеля, или токсин А или Б. Поэтому у нас есть, да, целый ряд. Дыхательные тесты. Да, мы уже тоже с вами проговаривали. На избыточный бактериальный рост. Да, на избыточный бактериальный рост тоже метаболитные тесты, да, водород в выдыхаемом воздухе. Если мы говорим о синдроме избыточного бактериального роста, чтобы его вставить, да, в расшифровку дальнейшего диагноза через запятую СИБР поставить, то мы должны, опять же, его подтвердить. Да, дайте, сделайте, проведите дыхательные тесты с нагрузкой лактулоза. Сейчас появляются и метан, содержащие тесты. То есть, да, потому что мы должны воздействовать на эту составляющую. Мария Змитриевна, сейчас давайте подытожим. Итак, значит, подсчитать количество бактерий и точно выявить их виды мы пока не можем, но зато мы можем косвенным путем определить, насколько там здоровье или болезнь с помощью вот этих вот метаболических тестов. Для тонкой кишки это может быть дыхательный тест, когда человек выпивает раствор, затем выдыхает воздух, и мы понимаем, насколько там чрезмерно развита микрофлора, да, тонкой кишки. С толстой кишкой это вот тест, анализ кала на метаболиты в кале. Тоже мы ничего конкретного не получаем, но мы, по крайней мере, можем косвенно судить о том, что там чего-то может быть недостаточно, а чего-то... Да, и какая может быть как раз нозологическая форма и заболевание. Так, и теперь вот у нас осталось совсем немножко времени. Нам надо поговорить все-таки о методах коррекции. У нас сейчас очень много на каждом углу нам фактически рассказ, о пребиотиках, пробиотиках, мета-синбиотиках. Вот насколько, давайте очень коротко, они нам нужны и насколько они эффективны. Например, вот самый, наверное, актуальный вопрос для меня. Нужно назначать пробиотики, если человеку я назначила курсы радикационной терапии? И если я ему назначаю пробиотики, то это должно быть вместе с антибиотиками или после? И вообще, какой в этом смысл? Ведь говорят, ну, все вот, если почитать научные статьи, посвященные теме, что все то, что мы принимаем через рот, это не может прижиться к нашей биопленке, которая вот наша, ядро нашей микробиоты, оно не пускает никого из в ней, что вот это вот просто проходит транзитом. Есть ли в этом смысл вообще в пробиотиках? Ну, у нас такой блиц-опрос, значит, отвечаю сразу же. Значит, вообще современная стратегия профилактики антибиотикоассоциированной диареи или антибиотикоассоциированных поражений кишечника зависит, первое, от учета факторов риска, относящихся непосредственно к антибиотику и непосредственно к пациенту. Если, например, опять же, проводя радикационную терапию, у нас есть в анамнезе указания на кластридиум-дивицелле инфекцию раньше, значит, обязательно мы к любому назначаем метронидозол, потому что может быть подъем, опять же, кластридиум-дивицелле. Если, соответственно, нет указаний на кластридиум-дивицелле, но есть совокупность факторов риска большая, то тогда, естественно, мы назначаем и метабиотики препарата на основе метаболитов, на того же самого бутерата, и пробиотики, соответственно, с учетом имеющейся у них доказательной базы. Если нет, пациент наш наивен, первый раз, то я бы все равно назначала бы пробиотики с доказанной активностью, так как в любом случае есть риск в любом случае развития. Это прям вместе с антибиотиками? Именно по всем рекомендациям от пробиотиков наилучший эффект, если они даются и принимаются в первые 72 часа. То есть, если вы берете антибиотик, возьмите пробиотик вместе там с метабиотиком. А тогда какой смысл мне скажут сейчас все? Вот человек пьет антибиотики, у него все эти бактерии будут погибать, нет? Нет. Не будут? Во-первых, для этого должна быть еще антибиотикорезистентность, доказанная на штаммах пробиотиков. И, соответственно, вроде бы пробиотики, являясь самым древним классом средства в этой эволюционной цепочке, пробиотики, потом синбиотики, пребиотики, сейчас метабиотики. Ну, быстренько, что у нас имеется? Пробиотики – это живые микроорганизмы с обязательным обозначением штамма, входящего в этот препарат или комбинации штаммов. Они могут быть монокомпонентные, поликомпонентные, комбинированные с чем-то. А вот вы какие больше любите? Моно или поле? Сейчас я скажу. Соответственно, если это поликомпонентные, то у них обязательно должно быть доказано синергетическое воздействие входящих микроорганизмов и штаммов в состав этого препарата. Соответственно, концепция пробиотиков, так как она старая, сейчас есть действительно пробиотики с доказанными эффектами в роднобизируемых клинических исследованиях, либо согласно нозологическим формам, либо согласно применимым к определенным вот этим клиническим ситуациям. Есть перспективные, конечно, монопробиотики целевого звучания. Это вообще одно из будущего. То есть найти монокомпонентные пробиотики, ну, например, для СРК, они найдены, для дивертикулярной болезни найдены. То есть один штамм? Да, один рот, один вид, один штамм. То есть монокомпонентные. Потому что если поликомпонентные, то это уже совершенно другое. Они тоже очень хороши, когда нужно действительно покрыть вот это под влиянием особенно антибактериальных препаратов, снижение видового разнообразия. Там можно и поликомпонентные пробиотики, причем синбиотики комбинированные с пребиотиками или витаминами. То есть это разговор, честно, совершенно отдельный. Пребиотики – это вещества не микробного происхождения, которые оказывают стимулирующее влияние, потому что это фактически корм нашим местным жителям. И в результате самые старые – это пищевые волокна, которые подвергаются деградации микроорганизмами и выделяют вот эти коротко-цепочные жирные кислоты и со всеми выходящими их метаболическими свойствами. Марина, а вот смотрите, я слышала, может быть, это неправда, что для улучшения оптимизации состава микробиоты лучше назначать именно пребиотики, потому что пробиотики, вот они проходят транзитом, гибнут, не приживаются, а пребиотики, вот они дают вот эту вот пищу и способствуют росту именно определенных штаммов, которые метаболизируют пищевые волокна. И вот этим, значит, воздействием мы значительно повышаем долю вот этих самых полезных бактерий. Это правда или нет? Понимаете, это с одной стороны. У пребиотиков, особенно у пищевых волокон, есть не только вот эти метаболические эффекты, которые наращивание биомаз, но у них есть еще физические эффекты. Это как раз нормализация пищевого поведения, это изменение эвакуации желудка, опять же мы перекидываем мостик на лечение того же самого ожирения. Это, соответственно, углеводное влияние, углеводный обмен. У каждых, их огромные представители пищевых волокон, есть традиционного сырья, они традиционные, полностью растворимые, частично растворимые, да, там псиллиум, инулин, потом арабиногалактаны, например, или там цомопсис четырехкрыльниковый. То есть классов очень много, у них есть свои, вот я говорю, физические и метаболические. Ну именно вот повлияние на микробиоту. Конечно, потому что все, что естественно усваивается, способствует ее масс, но у пробиотиков другой еще тоже вопрос. У них есть эффекты и противовоспалительные, иммунизирующие. Конечно, мы этого всего добиваемся стимуляции собственной флоры, но пробиотики не исчезнут пока класс. А может быть мы перейдем действительно к таким моноштаммовым пробиотикам, когда мы действительно поймем загадку, что хотя не будет, естественно, мы ушли от этой концепции единого какого-то возбудителя. Но, по крайней мере, мы, используя монокомпонентный, перешли от концепции, знаете, пробиотик от всего, пробиотик концепции для. То есть вот разобраться, из-за более 700 средств пробиотических зарегистрированных, у нас не более 30 имеют доказательную базу. Поэтому с этим разбираться. И поэтому наиболее, наверное, вот сейчас такой перспективный класс на будущее, о котором мы говорим, это как раз метабиотики. Так, ну что такое метабиотики? А, метабиотики – это вещества, то есть структурные компоненты клеток пробиотических, ну, тот же самый лактобацилюстройтери, да, инактивированные. То есть это не истинный пробиотический штамм, а то есть компоненты вот этого, соответственно, микроорганизма. Или метаболитов, или сигнальных молекул, которые при естественном пути введения оказывают влияние и на состояние микробиоты, и на наши все, как мы начали с Ильи Ильича, физические и духовные потребности. И вот этот класс будет, конечно, как раз расширяться. 25 тысяч метаболитов. У нас и сейчас есть огромный класс уже метабиотиков, которые представлены тождественными для нас, соответственно, метаболитами, та же самая масляная кислота, мы говорили, бутерат, или полутождественных, например, как компоненты метаболита бацулисуптилис, это 8 фактически антибиотикоподобных субстанций, 6 видов различных ферментов, они комбинированы могут быть с ассорбентами, с пребиотиками или даже с пробиотиками. Поэтому и, естественно, мишени воздействия этих препаратов как раз, конечно же, приведут к нас не только к регуляции межвидовых взаимоотношений в нашей микробиоте, до, наверное, в будущем для лечения аутизма, болезни Альцгеймера и всего остального. Так что вот это будет уже будущее, основанное на вот этих двух путях, пробиотиках адресного воздействия и, соответственно, метабиотиков. А пребиотики никто никогда не уберет, потому что это действительно является еще и средствами не только подкормки для микробиота, но и средствами патогенетического лечения до того же самого синдрома раздраженного кишечника. Правильно? А вот еще про пробиотики вас спрошу. Есть у вас тоже такое вот свое мнение о том, какие лучше, например, в капсулах или они в порошочках бывают? И вот надо ли на это ориентироваться и на дозировку? Вот я тоже читала исследование, что пробиотики оказывают свое воздействие, вот именно лечебное, да, ну там, например, профилактика, антибиотика ассоциированная диарея, только в дозировке 10 в 9 и более, вот если на однократный прием вот такая доза. Или это не имеет большого значения? Нет, есть определенные требования международные и наши как раз в соответствии пробиотического препарата, чтобы мы его могли именно так назвать. Ну, во-первых, действительно, если я не говорю о втором поколении, это препарат на основе самоэлиминирующихся непатогенных штаммов, например, сахармицита буларди, то вообще это должно содержание быть бифидобактерий лактобацилл, не менее 10 в 9, в САШЕ, в капсуле, еще что-то. Но везде оговариваются, штаммы должны быть жизнеспособны при прохождении желудок, но и другие агрессивные среды, правильно, у нас и желчи, и панкреатические ферменты. То есть лучше в капсуле? Нет, а это штамм специфично, потому что я вам нужна уникальные препараты, которые работать начинают во рту при рассасывании и имеют высочайшую устойчивость. Ничего себе. То есть это надо говорить именно согласно об этом пробиотическом штамме. И как раз вот эти три пробиотические штаммы, они как раз идут еще в комбинации, например, с тем же самым манулином и витаминами группы B12, то, что я люблю назначать для профилактики антибиотика сырной диареи. Есть действительно штаммы, зависимые от этого, поэтому вы прекрасно знаете, что всегда фирма-производитель говорит об уникальности капсулы или об уникальности технологии, например, центрифугирования или афилизирования, вместо там чего-то. То есть это, пожалуйста. То есть здесь идет доказательство вопроса именно, опять же, согласно штаммовой принадлежности самой характеристики. Он должен быть способен адгизироваться и прикрепляться к клеткам кишки, да, или того биотопа, который он должен колонизировать, но на время дачи препарата, потому что все равно хороший пробиотик, он должен поработать и действительно нас покинуть. Но он в этот момент оказывает антигонистическое влияние на условно-патоген. То есть, понимаете, тут есть вот эти нюансы, да, которые, например, тот же самый риутерин входящий, он же тоже оказывает и антиадгезивное действие еще, но там метаболит. А тут это просто есть у пробиотического штамма. То есть они не идут в конкуренцию. Но еще использование пробиотиков, конечно же, оно должно быть клинически доказано для здоровья. И второе, мы еще пока не понимаем, как долго. Вот я как раз хотела вас спросить, на какую длительность мы назначаем? Понимаете, исследования тоже бывают разные при разных нозологических формах. То есть вот, если мы говорим об СРК, то там требуется продолжение не стандартного 28 дней, а до 4-месячного приема этих препаратов. Потому что если мы говорим опять же об СРК, то у нас вот подводная часть айсберга боли, это вот эта висцеральная гиперчувствительность. Поэтому мы на нее тоже воздействуем. И с пазмолитиками, правильно? И метабиотиками, тем же самым бутератом. Но можем и пробиотиками, которые тоже оказывают именно... Но это более длительная терапия. А вот для антибиотиков на сколько вы назначаете? На антибиотики на полный курс, да. И можно, конечно, продлевать, если есть вот эти факторы риска. А если нет, то только на срок приема антибиотика. Понятно. Но мы всегда говорим, что антибиотика ассоцированная диарея это не только 2 частота стула более 2, 2 и более последовательных дней в период антибиотикотерапии, но и плюс еще через месяц это может быть. А даже и до 2, когда исключена другая причина развития диарея. Это тоже отдельный вопрос. Но у нас, к сожалению, такая интересная тема. Действительно, нам надо, наверное, с вами еще раз встретиться и проговорить все вот эти моменты про пробиотики, синбиотики, метабиотики. Это очень интересно. Но вот у нас тут много вопросов поступило. Давайте попробуем на них ответить. Вопрос от Дарьи. Всегда ли функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта это диагноз исключения? Немножко, конечно, не... Нет, это правильный вопрос, потому что, опять же, нам наши зарубежные коллеги предлагают остановиться на только соответствии критериев. Но я прошу врачей помнить эти критерии, потому что иногда это и такая гипердиагностика. Поэтому, кроме СРК, который концептуально отличается, более есть и функциональная диарея, и функциональный запор, функциональное вздутие. Соответственно, и при исключении отсутствия красных флагов тревоги мы действительно можем не проводить дальнейшее дообследование. Вот опять же, я говорю, вот это метаболитная даже диагностика. Она значит пробный курс лечения. Но наша российская школа все равно стоит и стоять будет, что вот эти функциональные расстройства это диагнозы исключения. Хотя, на мой вообще взгляд, я думаю, что мы пожмем потом и развал в связи вот этих психиатрических и гастроэнтрологических форм, вернем себе колиты, гастриты и так далее, потому что имеющееся воспаление, особенно, например, при постинфекционном, да, СРК, но, опять же, классифицировать как истинно функциональную патологию, нет, я бы только к функционалу оставила бы все то, что реализуется через центральные механизмы формирования висцеральной гиперчувствительности. Эффективны ли пре- и пробиотики при функциональных расстройствах ЖКТ и синдроме раздраженного кишечника? Мы уже ответили на этот вопрос, потому что мы сказали, что как таковое не ставится никогда этот пресловутый дисбактериоз диагноз, но вспомним лечение СРК, боль, это, да, миотропные спазмолитики и трициклики или ингибиторы обратного захвата, но диарея, это рефоксимин, это пробиотики, согласно штаммовой принадлежности, в качестве альтернативы секветострантов, желчных кислот, это могут быть препараты псиллиума, по-моему, это все средства как раз и есть, про анти и пробиотики. Ну, то есть, схему лечения функциональных заболеваний всегда сходят. СРК, тот же самый псиллиум, конечно. Но это мы уже ответили, связан ли это синдром раздраженного кишечника с дисбактериозом, мы уже сказали, что это отдельная нозологическая форма, подразумевающая, естественно, как следствие нарушенного, нарушения микробиоты, так и возможного, кстати говоря, за ней, у нас же и СРК может еще протекать и с СИБРом, если... Может, да. Тогда, значит, в этой ситуации, но опять же, все это включено в схему лечения. Ну, вот мы не успели поговорить о фекальной трансплантации, тоже, наверное, целая отдельная программа. Ну, я могу сказать очень коротко. В нашей стране она запрещена, со другой стороны, прекрасные результаты только при пока доказанной одной ситуации, это резистентная к ванкомицину, к ластридиум, дефицит или инфекция, да. А с другой стороны, ну, коллеги, включите, вот мозг, да, когда мы переливали кровь, да, в начале там разработки, мы не знали ни о группах крови, ни о других там всяческих резусфакторах и чего. То есть это было наобум. Рациональное зерно есть, но пока мы не знаем о микро нашей биоте ничего, мы еще не знаем, что мы туда подсеиваем. Хотя, кстати говоря, при СРК есть работа, которую показали, что как раз микробиота, вроде бы как, тестируемая молекулярно-генетическими методами меняется к лучшему, а клиника-то не уходит, поэтому давайте опять задумаемся, что СРК разные механизмы формирования висцеральной гиперчувствительности. А пробиотик точно покинет наш же Катей или может заместить нашу собственную микрофлору? Вы знаете, я могу сказать, что он должен покинуть, да, действительно, заместить он никогда не может, этот посевной урожайный подход уже далеко давно ушел. У нас было два прекрасных человека, Александр Николаевич Суворов жив, нету, к сожалению, с нами профессора Шендерова. Вот профессор Шендеров вместо, соответственно, вот трансплантации кишечной, он говорит, пока мы молоды, красивы, здоровы, нам надо замороживать собственную субстанцию. Александр Николаевич Суворов подходит к решению именно конструирования пробиотиков на основе аутоштаммов, то есть выделяется собственное и на основе этого выращивается вот этот вот продукт, который в дефиците. А потом его пить. А потом его пить. Здорово. Так что подходов много, поэтому пока у нас только два, наверное, таких реальных без подсадки микробиота гуманных методов. Это какие? Ну, аутоштаммы, ну, или банк фекальных образцов. Ну, почему мы банк делаем с твловых клеток? Почему бы нам не сделать это? Ну, вот последний вопрос, наверное, он все равно интересует многих. А надо вот, вот мы сейчас с вами сидим, вроде там, здоровые люди, никаких симптомов, не пьем антибиотики. Ну, вот так вот, для здоровья, как витаминки. Нужно пить пробиотики? Ну, я считаю, что вот это не надо. Надо просто действительно заниматься здоровым образом жизни. Я не знаю, кого я убеждаю, больше всего, наверное, себя, отказаться от вредных привычек, спорт, балансированное питание. Больше овощей и фруктов. Да, то есть, все-таки, давайте опять думать нормально, а не спокулировать вот этими вот вещами. Мне кажется, каждая моя передача заканчивается однотипными советами. Спорт, здоровое питание. Спасибо вам большое. Ну, наверное, это самое тяжелое, что можно добиться. Понимаете, экологически чистые продукты, собственное хозяйство. Ну, я всем этого желаю. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Мы, в общем-то, конечно, ничего так глубоко не успели рассмотреть, но я надеюсь, что какие-то ключевые моменты мы сегодня донесли до наших зрителей, врачей, прежде всего, и что мы меньше будем в нашей стране проводить вот этот вот посев кала на дисбактериоз и потом лечить его результаты, и будем, может быть, более глубоко интересоваться этой проблемой, потому что, на самом деле, микробиоты кишки действительно определяют, наверное, во многом наше здоровье, в том числе и психическое. Поэтому это тема будущего, и мы будем, наверное, в дальнейшем о ней еще раз говорить. Большое спасибо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо, глубоковажаемые коллеги. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.